Задача сегодняшней консультации, разбора, да, это вам подсветить. Это, как знаете, это как вот требовать от себя, что вы сможете похудеть на 10 килограмм сразу, да, то есть я могу вам рассказать, как похудеть, да, там, или там накачать мышцы, да, там, за два часа, то есть это невозможно, но я могу вам подсветить, показать, да. Посмотрите, вот задача разбора очень простая и одновременно сложная. Значит, задача разбора в следующем состоит. У каждого из вас есть своя модель мира, вот, модель мира. И когда у вас депрессия, апатия, там, фрустрация, там, не знаю, там, что-то плохое в вашей жизни происходит, да, минус какая-то эмоция, это значит, что из-за того, что у вас узкая модель, обедненная модель мира, обедненная узкая модель мира, то есть обедненное понимание себя и окружающего мира, вы не можете найти решение своей задачи, проблемы или, там, как дойти до вашей цели. И задача разбора моя – вам эту модель расширить. То есть у вас была вот такая модель, я вам ее делаю вот такую. Каким образом происходит расширение, почему это помогает? Потому что, ну, во-первых, смотрите, когда у вас обедненная модель мира, у вас либо одно, либо два решения на какую-то проблему. А если у вас одно, либо два решения, то это ведет к определенным обсессивно-компульсивным расстройствам, к депрессии, шизофрении даже, там, и так далее. То есть это когда, как будто бы вас заперли в комнате, и там вот только одна дверь. Да, вот дверь, либо окно. То есть либо в дверь, либо в окно выходить. И это галлюцинация, и она идет, как я уже сказал, из обедненной модели мира. На самом деле вариантов развития событий и вариантов решения всегда много. Но из-за того, что у вас есть какие-то комплексы, какие-то паттерны убеждения, определенные искажения информации из-за воспитания, из-за окружения, из-за моделей поведения, которые вам передали в детстве, вы видите только одно, либо два решения, либо вообще не видите решения. И из-за этого у вас, как бы, ну, вы, как вот вы там некоторые сказали, бьетесь там лбом об стену, да? Окей. Как я расширяю модель мира человека? Ну, я зачем вообще этот экскурс делаю? Потому что я понял, что сразу без смазки человеку разбирать тяжело человеку. Мне-то нормальный человеку тяжело. Поэтому немножко у вас это подготавливаю. Как я расширяю модель мира человека? Значит, есть разные методики, которые я использую. Значит, первая методика, моя любимая, это провокация. Провокация. Значит, зачем мне нужна провокация? Зачем мне провоцировать человека? Зачем, там, я иногда это делаю, да? Для того, чтобы, первое, убрать маску вашу. Маска. Что такое маска? Маска – это определенное социально-адаптивное поведение ваше, да? Определенная какая-то фасад ваш, да, который вы держите при людях. Вот, когда вы даже говорили, этот фасад очень виден, он очень прям ярко выражается, да? Когда вы пытаетесь подобрать слова, когда вы пытаетесь понравиться там кому-то, да? Когда вы держите образ. И там правды нету. Вот в этом фасаде, в этой маске правды нету. То есть мы можем, если вот мы будем говорить, вот я буду говорить из маски, вы будете говорить из маски, да, то мы будем говорить часами и ни к чему не придем. Поэтому моя задача – маску убрать, да, с помощью провокации, да? Вторая задача моя в разборе – это выявить ваши какие-то, я называю это артефакты. Что такое артефакт? Артефакт – это когда в вашем поведении, в вашей речи, в вашей физиогномике, в вашем каком-то там проявлении себя есть какие-то штуки, которые выделяются. Это вот когда вы сейчас говорили, они даже были. Не знаю, заметили вы или нет, я прям заметил. То есть это какие-то фразы, либо какие-то микровыражения лица на какое-то сказанное слово. То есть вы там зажали зубы, проявили злость, микрозлость, либо вот так вот назад отошли. То есть это для меня сигналы. Эти артефакты я складываю. Дальше это материал для работы для меня. А чтобы получить больше материала, больше анамнеза, как у доктора. Знаете, приходит доктор, вы к доктору приходите, к педиатру. Его задача – позадавать вам вопросы. То есть что у вас болит, что с вами не так. И как правило люди же не могут рассказать все, потому что они же не доктора, правильно? Поэтому задача доктора – все-таки научаться видеть самому какие-то штуки в организме человека. Я тоже доктор, но в плане головы, да. И эти артефакты мне тоже нужно уметь видеть. Я это умею. А чтобы больше артефактов выскочило, я начинаю вас дисбалансировать. То есть я вывожу вас из баланса. Что значит выводить из баланса? Да, вот дисбаланс. Это значит, что каждая психика человека, каждый человек стремится к балансу. Это закон вселенной вообще. Любая система, она балансирует так или иначе. Но баланс не равно эффективность, не равно качество, не равно адекватность. Что я подразумеваю под этим? Смотрите. Представьте себе, что натянут канат, да. И вы пытаетесь, значит, на этом канате балансировать, да, как-то вот. Найти баланс, чтобы не пиздануться вниз, да. То есть вы как бы баланс-то найдете ради того, чтобы выжить. Но сама ситуация, она как бы, ну, неадекватная. То есть нахера вы вообще на этот канат полезли, спрашивается. И любой организм, он всегда стремится к балансу. Если вы жрете каждый день много сахара, то организм все равно как-то это придет к балансу, чтобы вы не сдохли, да. Психика также. Если вас каждый день дрючат, унижают, оскорбляют, не знаю, он адаптируется к этому, к внешней среде, так, чтобы для вас это было нормой, вас это не убило. То есть он как-то вам это объяснит. То есть вы сами себе как-то это объясняете, что, ну, это как бы норма для вас становится. Ну, это как, знаете, это как вам камушек попало в ботинок. Вот, и, ну, сначала вам больно, потом вы к этому привыкаете. Баланс, да. То есть организм научается что-то не видеть, что-то не замечать, что-то убирать, да, там, из своего какого-то фокуса внимания. Вот это и есть баланс, да. И для изменений, да, а вы сюда пришли для изменений, для определенного другого подхода, другого взгляда на вашу жизнь, к вашим проблемам, да, нужно вас вывести из баланса и дать вам новую модель мира. Экскурса достаточно, да, я кучу разных методик использую, но основное вот то, что вам нужно знать, это вот это вот.